Винтовка, конечно, должна радовать глаз, но всё-таки самая главная задача — это стрелять, и стрелять точно. Для того, чтобы выяснить, насколько точен Air Arms S510 SL, мы пришли в Национальную ассоциацию «Филтаргет России» и попросили одного из ведущих стрелков этой ассоциации Сергея Сурикова протестировать эту винтовку с точки зрения профессионала, то есть человека, который постоянно стреляет из винтовок и попадает. Ну что ж, Сергей, вот с трепетом отдаю тебе эту винтовку. Мне она очень понравилась, как и внешне, так и стрелять из неё тоже я получил, честно говоря, удовольствие. Ну, теперь, собственно, твой взгляд профессионала. Скажи, что ты думаешь об этом произведении английских собаководов? Ну что можно сказать? Модель Air Arms S510 достаточно известная, она распространённая. Винтовка действительно очень приятно выглядит, она достаточно эргономичная, имеет, по идее, хорошие технические характеристики. Что можно сказать о ней с точки зрения спорта и применения вообще? Скажем так, эта модель, она достаточно универсальная. Может использоваться, если мы берём стрельбу, скажем, спортивную из пневматики, то, ну, конечно же, скажем, классические олимпийские дисциплины нет. Вот, там используется другое оружие. Вот, но в таких вещах, как бенч-рест, в армии имеет она право, в принципе, на жизнь. Вот. С точки зрения филтаргета, которым занимается NAFT, вопрос спорный. Почему? Дело даже не в том, скажем, в её кучности боя. Вот. Важна не только техническая характеристика, важна ещё, скажем так, подгонка под стрелка, эргономика. В данном случае мы видим здесь стоковое ложе, такое достаточно классическое. Ну, просто деревяшка, как говорят. Да. Ну, деревяшка – это не позор. Без настроек. Да. Но винтовка не имеет никаких настроек. А именно, то, что я вижу сразу. Допустим, не регулируется щека. Вот. Это первый момент, который при всё-таки высокоточной стрельбе, особенно если мы стреляем не с упора, а стреляем из изготовок, допустим, sitting position, который применяется в FT, стреляем стоя, стреляем изготовка с колена, то это уже моменты, которые важны. Второй момент, то, что я здесь вижу – нет регулировки цевья. Соответственно, под какого-то конкретно индивидуального человека это может быть удобно, под какого-то – неудобно. То есть, вы не сможете занять наиболее устойчивую и комфортную изготовку, для того, чтобы сделать выстрел. Вот. Но, тем не менее, мы будем пробовать сделать это в том виде, в котором это сейчас есть. И далее, что я чувствую – это вес винтовки. Вот. Я не помню, какой у неё вес. Вес у неё порядка 3,5 кг. 3,5 кг. Ну, для спортивной стрельбы это маловато. Скажем, винтовка, с которой я работаю, она весит 6,5 кг. В два раза тяжелее получается. Да. Ну, по сути, да. А, в общем-то, если речь идёт о пружинопоршневых винтовок, которые тоже применяются, скажем, в этих дисциплинах, то там ещё получается тяжелее, потому что вес имеет значение. Соответственно, как мы её будем тестировать. Ну, посмотрим, насколько она удобна в стандартных изготовках, применяемых в филтаргете. Посмотрим, какой у неё спуск. Вот. Ну, и, соответственно, посмотрим итог, куда мы попали и попали ли вообще. Ну, что ж, мы пошли в поля. Итак, мы находимся с вами на линии мишени филтаргет. Здесь сейчас будем производить выстрел. В данном случае я занял изготовку, которая называется sitting position или попросту изготовка FT, которая наиболее часто применяется в этом виде спорта. Мои ощущения в изготовке с данной винтовкой. Как я уже и говорил, смущают две темы. Это высота цевья и отсутствие щеки. В данном случае заметно, что винтовка находится низко для меня. Но я могу решить эту проблему таким вот образом, подставив руку. Это несколько уменьшает устойчивость в изготовке, но, тем не менее, имеет право на жизнь. И при определенных науках все равно позволяет сделать точный выстрел. Далее отсутствие щеки. В этом случае, особенно начинающему стрелку, трудно будет одинаково и повторяемо занимать положение головы. Вот. Но опытный стрелок должен это делать. Хотя, конечно же, присутствие щеки облегчает эту задачу и позволяет сделать более точный выстрел. Сейчас будем пробовать. На линии у нас мишень на дистанции где-то порядка 35-40 метров. И сейчас мы попробуем ее поразить или промахнуться. Не промахнулись. Сейчас мы попробуем сделать выстрел в изготовке с колена. Изготовка с колена вообще является достаточно претензионной изготовкой. И любая ошибка, которую вы делаете, занимая ее, она может привести и приводит к промаху. Потому как эта основа и уже все остальные этапы алгоритма выстрела сделать точно и без ошибок, вам будет сложно. Для этого необходима подгонка винтовки под себя, под эту изготовку. В данном случае винтовка не подобна. Мы имеем стоковое ложе. Попробуем, как это будет в реалиях. Что, на первый взгляд, я замечаю. Это вес винтовки. Он недостаточен. Поэтому, так называемо, задавить винтовку в изготовке будет сложно. Тем не менее, я попытаюсь это сделать. Как и в изготовке FT, мне несколько не хватает высоты цевья. Поэтому руку располагаю я не как при обычной стрельбе, которой я занимаюсь. Это создает некую неустойчивость. Но, тем не менее, мы имеем, что имеем, и нам надо сделать выстрел. Насколько он получится, мы сейчас посмотрим. Итак, мишень поражена. Какие неудобства я испытал во время выстрела? Как я и говорил, вес винтовки. Винтовка несколько недостаточно успокаивается в момент удержания. И, соответственно, точный выстрел сделать сложнее. Но, тем не менее, возможно. Сказать, что все фатально и плохо, я не могу. То есть, скажем, данная конфигурация позволяет сделать точный выстрел из изготовки с колена. Сейчас мы попробуем произвести выстрел из изготовки стоя, наиболее сложной изготовки в спортивной стрельбе. Что сразу же могу сказать по своим ощущениям. Винтовка достаточно легкая для этой изготовки, поэтому я предположу, что успокаиваться она будет долго и сложно. А может быть и не получится сделать это так, как это получается сделать со спортивным оружием, с которым я работаю. Но, тем не менее, попробуем сделать выстрел. А после этого я поделюсь своими впечатлениями. Итак, промах. Вопрос, почему? Во-первых, как я сказал, винтовка легкая. Успокоить ее сложно. По крайней мере, с непривычки. После спортивного оружия, которое практически в два раза ее тяжелее. Во-вторых, недостаточная высота цевья. Мне приходится менять положение левой руки, что доставляет дискомфорт в изготовке и увеличивает колебания. Изготовка получается неустойчивая. Тем не менее, попробуем еще раз. Итак, мишень поражена. Какое впечатление? Ну, скажем так, для любой изготовки, особенно для изготовки стоя, необходимо подгонка оружия под себя. То есть, оружие должно подгоняться под вас, а не вы под оружие. В данном случае, у меня нет возможности сделать подгон этой винтовки под себя, так как у нее отсутствует щека, нерегулируемое цевье и нерегулируемый затыльник. Поэтому мне пришлось свою изготовку корректировать под непосредственно эту винтовку. Это сложно, но, тем не менее, мы это сделали. Мишень поражена. Ну, что, Сергей, скажи, пожалуйста, с каким настроением ты прощаешься с этой винтовкой? Ну, прощаюсь я с ней с хорошим настроением. У винтовки есть хорошие плюсы, есть некоторые минусы. Плюсы – это у нее хороший предсказуемый характер, у нее вполне приличный и комфортный спуск, который уступает спортивному оружию, но, тем не менее, позволяет делать точные выстрелы. Если сказать вкратце, то, скажем, вот в таком виде с этой винтовкой спокойно можно на начальном уровне выступать в дисциплине ХФТ и весьма нормально выступать в дисциплине ХФТ. Для дисциплины ФТ и для достижения более серьезных результатов я бы здесь поменял немножечко ложу. А именно, необходима все-таки настройка цевья, щеки и затыльника. В остальном, очень хороший рабочий вариант, достаточно точный и достаточно удобный и эргономичный. Ну что, Сергей, возвращай мне ее. Ты не хочешь? Нет, я хочу оставить ее себе. Понятно. Большое спасибо, что поучаствовал в нашем тесте, потому что, ну, кто же как не ты? Сергею эта винтовка понравилась, она понравилась мне, она понравилась нашему техническому специалисту. И, в общем, если оценивать по десятибальной системе, то, я думаю, наверное, твердую тридцатку в разделе ружей неспортивного класса она наверняка может получить. Вполне, вполне. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова